Беларусь вошла в активную фазу электоральной кампании. В территориальные избирательные комиссии поступили документы о выдвижении 18 996 граждан для регистрации в качестве кандидатов-депутатов. В Солигорскую районную избирательную комиссию поступило 83 комплекта документов от граждан, претендующих на мандат. Путем сбора подписи было выдвинуто 36 человек. Остальные от политических партий и трудовых коллективов. В Солигорскую окружную избирательную комиссию номер 69 входит три избирательных округа. Это Солигорский, Любанский район и часть города Солигорска. Насчитывается порядка 66 тысяч избирателей. В комиссию подано 6 пакетов документов. В комиссию поданы документы для выдвижения в качестве кандидатов-депутатов. 62% путем сбора подписей, 13% от трудовых коллективов и 22% от политических партий. Люди, которые подали документы для выдвижения в качестве кандидатов-депутатов, прошли этап подготовки документов. Они поняли серьезность требований, предъявляемых к ним. И как раз таки на этом этапе можно сделать определенные выводы о серьезности намерений людей, которые выдвигаются в качестве кандидатов-депутатов. Сейчас важный этап для комиссии, которая работает над проверкой документов. И следующий этап, крайне важен для людей уже после регистрации в качестве кандидатов-депутатов, это агитационная работа. И кандидатов-депутатов, их результат зависит от как раз таки этого этапа, насколько они подготовятся к мероприятиям, насколько они максимально охватят аудиторию людей, которые входят в их округ, по которому они выдвигаются, насколько они будут чувствовать злободневность вопросов, поднимаемых конкретно на том участке, от которого они выдвигаются. Единый день голосования. Хорошо, что сделали, мы поддерживаем это, потому что сама когда-то инициировала этот вопрос. Это в какой-то степени усложняет работу комиссии, но вместе с тем экономит время и деньги государства. Традиционные выборы депутатского корпуса проводят с помощью оптимизированной избирательной системы, чтобы сэкономить время как избирателей, так и организаций, которые в них участвуют. В нашу 68-ю окружную избирательную комиссию в настоящий момент подано 8 комплектов документов от претендентов в депутаты. Палаты представителей, это два человека, и Минского областного совета депутатов, шесть человек. До 30 января у нас идет проверка документов, и уже 31 января в средствах массовой информации каждый избиратель сможет ознакомиться с биографией кандидатов в депутаты, с его программой. В нашем государстве впервые проводится единый день голосования, такого раньше никогда не было. Мы выбираем депутатов всех уровней, я считаю, что это очень важно для нашей страны, и я призываю всех избирателей быть активными, прийти 25 февраля на участки для голосования и сделать правильный выбор.